Дорогие, рада вас приветствовать на канале Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова, я — природная ведущая. Ну что, посмотрим, какие ветра дают вашу сторону от мужчины, вашего товарища, любимого, или просто мужчины, который вам нравится. Загадайте его сейчас, поставьте лайк этому видео, пусть ваша энергия благодарности вернётся к вам в сотни, в тысячи раз. Больше, и пусть всё хорошее сбудется. Итак, дорогие, мы видим Аркан Императрица. То есть, что сейчас происходит у мужчины? Какие ветра дают? Во-первых, вы для него значимая женщина, женщина, которая очень ресурсна. Императрица — это, в принципе, одна из самых прекрасных карт, архетипов женщины, которые нам могут показать наши замечательные, удивительные Арканы. Далее. Вы можете этому мужчине дать энергию для того, чтобы он развивался, шёл по пути своего предназначения. То есть вы действительно для него важны, ресурсны, значимы, и ваша энергетика может утолить, ну, в принципе, все его печали. Сам мужчина сейчас находится, посмотрите, он потихонечку, понемножечку выходит из зоны закрытости. Есть внутреннее недоверие, есть ощущение, что человек может быть в состоянии, хочешь мира, готовься к войне. И тем не менее вот эта подозрительность, некая напряжённость, она постепенно-постепенно улетучивается. Давайте ещё посмотрим. Уже изловый вышел. Вышел сам человек, который, в принципе, не особо верит в любовь, либо в ощущение любви. Скорее всего, вот здесь вот дороги перекрыты, знаете, для него больше страсть, энергия жизненная какая-то важна. Для того, чтобы делать дела, идти, повторяюсь, по пути своего предназначения, любовь и действия по поводу любви и отношений сейчас на него. Для него не на первом месте, не на первом плане. Что мы видим здесь? Перевёрнутый рыцарь Пентакли. То есть сейчас, на данный момент, нельзя чётко сказать, что мужчина будет ухаживать, помогать как-то. Да, вы хороша, да, вы можете. Уникой своей реальности, да, борется со своими внутренними демонами. Давайте посмотрим конкретно мысли о вас сейчас. Вы знаете, на данный момент мужчина готов прийти только на раз, на два, на три перебежками, как гусарик, офицерик, пикапер и прочее. То есть такие забеги совершать по воле страсти. Особых перспектив на данный момент не видит. Вас он видит почему-то женщиной, не любящей, а немножко истеричной, нервной. Быстрые шаги и действия в вашу сторону на данный момент не готов он совершать. Почему? Что с тобой не то или не так? Или подруга твоя не тайный и не то, которая спрашивает о тебе сейчас? Вот нам здесь опять показывают дело случая и колесо фортуны, и ещё большие-большие сомнения. Сейчас человек находится в фазе сомнений. Он может отдалиться, он может всё пустить на самотёк. Судьба придёт, на печи найдёт. И это дело случая. То есть как там случится, вот как судьба велит, так пусть и будет. То есть здесь человек реально, знаете, когда доверился силам природы, доверился судьбе, пустил на самотёк, поплыл по течению. Что за дело случая? Давайте спросим. То есть сейчас, пока на семью он не настроен. И посмотрите, эмоции его, эмоции скачут. Отлюблю да ненавижу, хочу, не хочу. Но опять же, смотрите, все кубки, и кубки хорошие, перевёрнутые. То есть он не настроен на особое сближение на данный момент. На создание крепкого, прочного союза. Скорее всего, ну какие-то шуры-муры пока, кокетство и прочее. Семёрка кубков, да, здесь может вводить в заблуждение, может сам витать в облаках, сам не знает, чего он хочет. Одни кубки, девочки. И плюс ещё, смотрите, ангел-хранитель, умеренность идёт так же с кубками, да. Водичка, переливание. Вот в принципе, даже, смотрите, ничего не хочет думать, ничего не хочет особо сильного решать, да. Думать и прям принимать решения. Хотя это может быть в разные стороны, как к хорошему, так и к плохому он не готов что-то там обрывать связь, да, или наоборот как-то улучшать. То есть на данный момент идёт некое затишье. В принципе, по 14-му старшему аркану это даже к лучшему. Пусть всё идёт так, как идёт. Всё течёт, всё меняется. В одну реку дважды не войти, значит, нужно входить в другую реку. С этой же женщиной или нет? С вами или с другой? Давайте сейчас так проверим. Как там мужчина настроен по поводу вас верности и прочее. Ну, смотрите, в принципе, он отдалился, это да. Семёрка Пентаклия, семёрка мечевая. Немножко агрессирует. Девочки, ну вот опять, смотрите. Мечи. Вот на данный момент то, что он действительно понимает, то, что вы для него родной, очень близкий кармический человек. Как ни крути, вы пришли из каких-то воплощений, из других. Такое ощущение, что знали друг друга очень давно, чуть ли не из детства, или вообще какой-то вот кармический путь, притяжение, да, или кармическая душа, частичка. Вот это он понимает. Он понимает, что он вам может доверять, он вам может довериться, доверить свои секреты. Здесь должны произойти большие изменения, большие перемены. Прежде чем что-то начнёт складываться, должна произойти ситуация совершенной непонятности. Что же дальше? То есть здесь даже может быть уход. Человек может в раз уйти, да, не объяснив причин своего ухода. То есть здесь, знаете, как будто бы пошёл на поиски какого-то нового счастья. Знаете, и тем не менее всё здесь идёт в позитиве, да. Даже негатив, он сглаживается. Девочки, на самом деле этот мужчина чувственный, любящий. Но он также любит, чтобы его любили, любит женщин. И сейчас он просто-напросто идёт по шуту, по дураку. Ему нужно пожить для себя. Он не хочет себя связывать узами никакими, да. Он хочет быть просто красавчиком, да. Сам по себе иду, гуляю, никого не трогаю, бубинчиками звеню. И никому ничего не обещаю. Но во всяком случае здесь есть возможность развить эти отношения. Как ни крути, тут и дороги перед вами откроются, и решение этот мужчина примет. А как, что повлияет на изменение его отношения, да. То, что ведь он же тут по шуту у нас шагает. А вот здесь почему, девочки, информацию закрывают? Просто возьмёт и сделает какой-то шаг. Может, в общем, всё может перемениться с точностью до наоборот. Здесь уход из отшельника. Человек не хочет быть одиноким. Хотя вот кочевряжится, да, по шуту. Это же вообще я свободен, все двери передо мной открыты. Хочу ем мороженое, хочу пью кока-кулу, хочу ча-ча-ча на столе исполняю, да. И тем не менее вот этот вот шут, он переходит в отшельника, правда, неправильного. Тот, который идёт не по своему пути, да. И тем самым чувство одиночества усугубляется. И всё-таки этот мужчина одиноким быть не желает. Не желает. Давайте спросим, что делать вам. Может быть, есть какие-то рекомендации для вас особенные. Девочки с надеждой в будущее, да, Вера. В будущее там у вас перспективы очень хорошие. Сама по себе жезловая вы ходите активная. Красотка, королевна, яркая очень, перевёрнутый король жезловый. Не нужно обращать внимания, он вам сейчас немножко не соответствует. Хотя вы, в принципе, мы с тобой одной крови. Помните, как в Маугле, да? Вы очень похожи энергетически и так далее. Ну вот, два сапога пара. Просто он сейчас как-то идёт на попятна. Вы идёте вперёд, а он вот там, где-то сзади плетётся, да. Так, что вам ещё делать? Не загораживайтесь, не закрывайте сами себе пути дороги. Перед вами двери открыты. Если что-то закрыто, то это придумали вы, или вы сами себе закрываете. В одну дверь отказали, не вошли. Стучите в другую. Я надеюсь, что вы понимаете, о чём идёт речь. Так, и ещё у вас идёт перевёрнутый туз кубков. То есть шанс на счастье, он есть, но вы тоже не верите в это. Такое ощущение, что вы просто не верите ей колесо фортуны выхода, девочки. Опять же, вы тяжело несёте. Многое берёте на себя, взваливаете на свои плечи женские, не умеете расслабляться. Понятное дело, что многие вынуждены и работать за троих, и всё сама-сама. Тем не менее, здесь вам говорит, что тут колесо судьбы переворачивается, что вы очень сложно проходите уроки. Каким-то образом вам нужно будет просто осознать, что не всё так уж и плохо, когда падаешь на дно. Обязательно, если ты веришь в себя, в свои силы, в высшие силы, которые помогают, но на Бога надейся, сам не плашай, вы знаете, обязательно вы подниметесь. То есть здесь у вас какой-то идёт нескучный период во всяком случае. Смена настроений. Сегодня вы счастливы, радуетесь. Буквально завтра вы уже всё в расстроенных чувствах, все планы поменялись. Но опять же, к вечеру, следующего дня уже может быть некое улучшение. Здесь у вас кармическое истечение обстоятельств. Также хорошие перспективы для вас. И что ещё вам делать? Ну, здесь четвёрку император показывает. Либо ждать шагов от мужчины. Но вот самой вам нужно что-то делать. Для себя делать обязательно нужно. Тоже счастливый случай, дело случая. Быть в гармонии с самой собой. Вы и так уже добились очень многого. Поэтому вам, в принципе, пенять там особо-то и не на что. Вы сами себе красотка, королевна. Единственное, что сердце холодное ещё. Хотелось, чтобы вот так прогреться, согреться. Вот. Ну, это естественное желание, наверное. Что же здесь ещё? Девочки, жезлики, жезлы, жезлы, жезлы. И вот у вас сейчас идёт одиночество. Либо одиночество вдвоём. Либо своё внутреннее самосозерцание. Некий аскетизм. Уход в себя. Может быть, вы сейчас одна дома сидите. Переживаете, что что-то там не то и не так. Может быть, что-то с вами не то. Но, девочки, выходите из своей зоны комфорта по чуть-чуть. То есть, если вам сейчас не очень хорошо, вы себя чувствуете так грустно и печально, ну, погрустите, попечальтесь. И единственное, что не нужно затягивать этот момент. У вас здесь жезлы идут. Опять же, некий выбор. Двойка жезловая, когда на сердце холод. Много чего добились. А вот счастье в любви, так как бы вот, ну, нет его настоящего, как хотелось бы, да, чтобы полной ложкой его так загребать. Пятёрка жезловая. Ну, ещё давайте один арканчик уточним. Что тут за конкуренция? Девочки, не конкурируйте с этим мужчиной. Не выясняйте, кто прав, кто виноват. Мужчина — это мужчина. Нужно давать ему пальму первенства. Ну, или хотя бы делать вид. Но как? Без вранья, без лжи. Мужчина — голова, женщина — шея. И вот вам мудрость, ящик Пандоры, да? Так что дерзайте. Я надеюсь, что информация для вас была интересна и полезна. Вы подписывайтесь на мой канал, звените в колокольчик, чтобы не пропустить наши новые встречи. Поставили лайк, да, для того, чтобы была мотивация встретиться нам в следующий раз побыстрее. И опять же, чтобы ваша энергия благодарности вернулась к вам в сто крат. До новых встреч. Пока.